Огненные картины В гости пришел участник спецоперации А еще ребята посмотрели, как в 8-й гимназии Мурманска Налажена профориентационная деятельность В городе также презентовали документальный фильм Посвященный избавлению от пагубной зависимости Подробности в программе Городские хроники Волонтеры бережно расставляют у памятника воина Полярной дивизии в Мурманске стаканчики со свечами Они складываются в двухуровневую надпись Мурманск Север помнит Чем больше пятилей начинает гореть Тем отчетливее читаются надписи Тем больше отблесков света на мемориале и лицах людей Мне удалось получить частичку вот этого вечного огня Нам ее передали И сегодня мы смогли перенести ее часть В нашу световую композицию И она теперь горит прямо по центру Акция огненной картины была организована в память О подвиге солдат, матросов и тружеников тыла Отстоявших Польской Заполярье в годы Великой Отечественной войны Для меня эта акция Это поддержка нашей страны в первую очередь Это то, что объединяет наш народ И мы показываем это всей России Особенно выразительно световая композиция Смотрелась с высоты птичьего полета Повезло тем, кто живет в соседних со сквером домах Не каждый день увидишь такую квартиру Важно помнить, что наши жители – это герои Они не дали возможности немецким захватчикам захватить Кольскую землю Они их выгнали отсюда И благодаря им сейчас есть мирная жизнь Акцию огненной картины организовали второй год подряд Она направлена на сохранение исторической памяти О патриотическом воспитании говорили и ученики Академии телевидения В этот раз к ним в гости пришел участник спецоперации Военнослужащий Северного флота Дархан Дасанов Я всегда с детства мечтал быть военным Потому что у меня есть старший брат Он тоже, ну он 91-го года, он старше меня И он был для меня примером Потому что я рос без отца Пример брата, который служил в другом регионе Помог Идар Хану найти свое призвание в жизни А находясь на гражданке Он занимается военно-патриотическим воспитанием молодежи В этот раз будущим журналистам молодой человек И рассказал про быт и службу военных в зоне СВО Как они помогают друг другу Спасают при ранениях и проводят свободное время Если вдруг такое находится У нас нету свободного времени Там постоянно нужно боевые задачи выполнять Если свободное время, там час, либо 40 минут у нас было У меня, например, было Я с удовольствием где-то, получается, ложился и сразу спал Это для меня была, получается, радость Для детей встреча с военнослужащим была очень полезной Ведь они лучше узнали о том, как на самом деле проходят будни участников спецоперации Насколько важна миссия наших бойцов Новый поток учеников в Академии телевидения Обучающихся по направлению журналистика Отправился на экскурсию в 8-ю гимназию В этом учебном заведении не просто получают школьные знания Но и делают первые шаги в освоении будущей профессии Ведь учреждения работают профильные классы по четырем направлениям Социально-экономическому, гуманитарному, естественно-научному и информационно-техническому И, конечно же, под эти направления мы всегда старались создать максимально комфортные условия для детей Создать кабинеты, которые бы отвечали всем современным требованиям И я считаю, что у нас это получилось И вот сегодня бы хотелось действительно ребятам показать, как это здорово учиться в профильных классах И на что эти профильные классы в дальнейшем их ориентируют Профильные классы отличаются от других кабинетов не только ремонтом, но и необходимыми для обучения материалами Заглянули ребята и в библиотеку, где даже создают собственную школьную газету Дети признаются, что о таких местах интересно снимать сюжеты и рассказывать телезрителям На самом деле, я думаю, что здесь зависит от возраста аудитории Потому что, допустим, я думаю, детям, подросткам не особо будет интересно на это посмотреть А наоборот, старшему поколению, которого в дальнейшем интересует отправление, допустим, своих чадов в школу Очень актуален будет данный сюжет по поводу выбора, допустим, максимально благоприятного учебного заведения для своего ребенка А некоторые участники экскурсии так прониклись атмосферой, что задумались о переходе в 8-ю гимназию на обучение Да, меня заинтересовали профильные классы, так как это как бы не то, что школы Это уже дополнительные занятия, которые дадут тебе более большие знания по той цепочке жизни, по которой ты пойдешь в будущем Профильные классы для будущего поколения совсем скоро принесут свои плоды Ведь дети будут делать шаги в будущую профессию более уверенно, будь то дальнейшее образование или же построение карьеры В конце прошлого года я принял решение не пить 365 дней и посмотреть, что из этого получится На своем жизненном пути Максим Злобин столкнулся с сильной алкогольной зависимостью В больше 10 лет он принимал напитки для взрослых и доходило до того, что в течение года он мог выпить 400 бутылок вина Но в один момент все изменилось Мечта стать большим режиссером помогла ему и послужила поводом отказаться от пагубной привычки В какой-то момент допился до того, что жить не хотел И решил сделать об этом документальный фильм, чтобы решить свою собственную проблему И если получится, помочь людям Я пообещал себе, что я год не буду пить, пообещал зрителям А потом я вышел на монтаж и решил, а почему бы и не пить, пока монтирую А потом я, когда монтировал, я постоянно это все смотрел на перемотки, мысли людей и прочее И в какой-то момент я просто понял, что нет смысла Страсть к искусству или жажда жизни А Максим взял себя в руки и послужил примером для других В рамках фильма он отразил свой путь, а также побывал в пяти городах России и Казахстане Чтобы пообщаться с множеством людей со схожей жизненной ситуацией и с теми, кто им помогает справляться Важная часть съемок пришлась и на Мурманскую область Здесь находится реабилитационный центр, который мы показывали в нашем фильме Обычно это закрытые организации, туда не пускают или пускают, но с сопровождением А здесь был довольно открытый формат И к тому же мы лично знакомы с основателями уже более десяти лет Один из них Максим Полуяхтов В рамках фильма он рассказал о жизни реабилитационного центра и о том, что в свое время помогло ему встать на правильную дорогу Первое, что я осознал, что проблема есть, и мне нужна помощь А дальше я начал делать то, что мне говорят Здесь, наверное, это была гамма специалистов И наркологической больницы, там было сказано, города Мурманска И групп самопомощи, и религии, и просто поддержки обычных людей, которые просто поддерживали То есть это как-то все в одно место сложилось Потому что без кого-то одного из них, ну, я не знаю, что бы было Но, наверное, результат был другой, такой я не знаю На премьерный показ в кинотеатр Мурманск пришли участники фильма Те, кто борются с зависимостью и обычные зрители Фильм произвел такое глубокое впечатление Было интересно, я боялась, что будет нудновато, потому что полтора часа Но действительно было интересно И прям моменты даже трогали, прям мурашки были по коже Прям отозвалось мне, потому что у меня мама тоже очень много употребляла К сожалению, нет ее, вот, прям, тоже до мурашек Все до мурашек, спасибо Сейчас команда, работавшая над документальным фильмом «Я выхожу из темноты 365 дней без алкоголя» Поедет с показами по России Но уже в скором будущем картины выпустят и на стриминговой платформе Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин